Друзья, всем привет! Сегодня у нас утренняя прогулка по Краснодару. Сейчас 8 часов утра, мы находимся на улице Зиповская и подходим к перекрестку. Сейчас его перейдем и направимся по улице Московской в сторону 40-летия Победы. Вот такая обстановка на дороге, небольшая пробка. Здесь у нас трамвайная остановка. Большинство людей уезжают именно на трамвае. Загорелся зеленый светофор и вот посмотрите, какой у нас большой и шумный перекресток. В такие моменты можно почувствовать энергию большого города. Обратите внимание, что все больше распускаются деревья. В такое время можно встретить и спортсменов, которые завершают или начинают пробежку. Я в данном случае предпочитаю быструю ходьбу. Трамвай. Здесь у нас большой бизнес-центр. И элитный жилой комплекс от одного и того же застройщика. Жилой комплекс Ривьера. Посмотрите, какой красивый и ухоженный зеленый уголок возле входа в жилой комплекс. А это, кстати, вход. Один из входов на территорию детского сада. Есть пункт охраны. Это радует. Сам детский сад мы сейчас увидим, когда подойдем к перекрестку уже улицы 40-летия Победы. Здесь за забором можно видеть вот такие цветущие деревья. Зеленые деревья. Что-то, кстати, уже отцвело. Но забор, конечно, я никогда не замечал. Посмотрите, в каком состоянии забор. Интересная тема, конечно. Скорее всего, кто-то пытался решить этот вопрос таким образом, чтобы весь забор зарос плющом. И его не было видно, и не приходилось красить. Но не помогло. Вот и солнышко выходит все больше. Становится светло. И, кстати, очень даже тепло. Обратите внимание, что я без куртки. У нас 15 градусов тепла с самого утра. А ожидается до 23. Хотя сегодня переменная облачность. И к вечеру возможен дождь и небольшой ветер. А дуванчиков, смотрите, сколько даже по над дорогой вылезло. Птицы активно поют. Слышите? Машины активно стоят в пробке. Но есть трамвай, который двигается практически беспрепятственно. И это большое преимущество района. Слева от нас одна из крупнейших частных клиник Краснодара. Зимомед. И мы уже подходим к перекрестку. Здесь смотрите, какими интересными листьями, которые похожи больше на цветы, распускается дерево. Это у нас жилой комплекс. Вернее, комплекс апартаментов. Девелопмент Плаза. В котором, кстати, есть апартаменты в продаже. Друзья, я являюсь агентом по недвижимости в Краснодаре. И ко мне вы можете обращаться за покупкой квартир, домов и новостроек. Все ссылки в описании. Здесь у нас проходит улица 40-летия Победы. Слева немножко отсвечивает его солнце торгово-офисный центр Оскар. Трамвайная линия идет прямо. А мы с вами поворачиваем направо. И двигаемся дальше. А это детский сад, в котором я вам говорил. Это его центральный вход. Он называется Сказка. Здесь часто можно встретить скорую помощь с сиренами. Потому что мы сейчас будем проходить Зиповскую больницу. И там пост скорой помощи очень большой. Итак, мы сейчас двигаемся в сторону улицы Колхозной. Слева от нас Зиповская больница и роддом. Справа немного дальше начинается Чистяковская роща. Несмотря на большой поток машин в воздухе все равно стоит аромат цветов. А не выхлопных газов. Вот центральный вход. Больница скорой помощи. И здесь же здание роддома. Книжная ярмарка. Достаточно известная и крупная на весь город остановка. И что хотел сказать здесь трамвайная линия не проходит. Я вам показал в какую сторону она идет. Но здесь ходят троллейбусы и само собой автобусы маршрутки. То есть транспорта для передвижения предостаточно. Но опять же мы сейчас как дошли по улице Московской где проходит трамвай. И сейчас пройдем небольшой участок по 40 лет победы и там снова будет трамвайная линия по улице колхозной. Переходим улицу 40 летия победы просто на другую сторону. И далее двигаемся по этой стороне. Некоторые деревья которые видимо по времени уже должны распускаться. смотрите стоят зеленые. И сейчас однозначно можно сказать что время одуванчиков они прям смотрите все участки зеленые перекрывают. а это это те самые знаменитые краснодарские пробки о которых все говорят. Но для скептиков и оптимистов сразу могу сказать что все это происходит как правило в часы пик и на отдельных участках дорог и в отдельных районах. поэтому как бы это не является каким-то особенным негативом или фактором чтобы не переезжать в Краснодар. Я вам точно скажу. Это просто ну прокрастинаторы которые не хотят переезжать говорят что это прям серьезный минус. Есть очень много общественного транспорта с помощью которого очень легко передвигаться по Краснодару не имея автомобиля. Это все-таки крупный город. Да метро нет. Поговаривали о воздушном метро. Но надеюсь его так и не сделают потому что какая-то сомнительная затея. Но есть троллейбусы трамваи маршрутки такси и сегодня еще добавились самокаты. да и вообще это спорный вопрос по поводу нужна ли сегодня машина в большом городе. Потому что такие города как Москва Питер крупные города такие как Краснодар которые перегружены автомобилями они же сами мне кажется должны подсказывать людям о том что нужно пересаживаться на альтернативный транспорт. Просто не совсем понимаю людей которые хайпят и именно выставляют себя определенным образом за счет того что я не езжу в метро я не езжу на трамвае. Общежитие номер 2 Кубанский государственный медицинский университет. И чем вы хвастаетесь тем что тратите 2-3 часа минимум в своей жизни за рулем своего автомобиля каждый день вы этим хвастаетесь вы этим хотите выделиться и сказать что вы таким образом эффективные продуктивные потому что вы брезгуете ехать типа с обычными людьми на трамвай или метро или это не ваш транспорт поэтому тут большой вопрос это больше относится там гордыне какой-то хайпу не более того это у нас улица колхозная которая двигается в сторону ростовского шоссе и улицы красной то есть очередной въезд в центр города а справа у нас остается Чистяковская роща мы сегодня двигаемся в другом направлении и идем дальше так вот если человек реально ценит свою жизнь свое время если он находится в осознанности то он не будет позволять стереотипам таким как ты что ездишь в метро не будет позволять таким внешним фактором руководить своей жизнью он не будет играть по этим правилам он будет играть по своим и поэтому буду признателен если вы напишите свое мнение по данному вопросу потому что вопрос интересный с одной стороны все признают что время это сегодня самый дорогой и самый ценный ресурс а при этом позволяют каким-то стереотипам и навязанному со стороны мнению руководить своей жизнью это было лирическое отступление от Андрея Головинского сейчас мы двигаемся по частному сектору слева от меня частные дома справа тоже есть ну такие типа коммерческие склады старые а вот тут смотрите какая просто прелесть просто прелесть это же наверное цветет уже либо яблоня либо груша такими огромными красивыми цветами это просто невероятно надеюсь будет видно в этом году мне получается чаще снимать видео именно весной и вы можете поэтапно смотреть как с каждым днем Краснодар становится зеленым и цветущим вот кстати трамвайная линия о которой я говорил это вот те трамваи которые пошли прямо на улице Московской они теперь выходят сюда ну естественно эти маршруты которые предусмотрено едут в центр города другие пошли в другие районы береза прекрасная смотрите мы подходим к жилому комплексу все свои к строящемуся сейчас ненадолго зайдем посмотрим его но обременять вас этой информацией я не буду вот сказано что каждый должен внести свою лепту в красоту города улицы района вот люди постарались и прекрасный у них палисадник образовался доставка продуктов тот-то даже не хочет вставать с дивана чтобы позавтракать понимаете да уровень активности да нет нет шучу это может быть мамочка с ребенком которая сейчас заказала доставку а чуть позже пойдет с ним гулять и так это у нас жилой комплекс все свои и вот как меняется город глобально можно проследить на основании вот этого земельного участка здесь стоял элеватор да промышленное предприятие а теперь здесь жилой комплекс причем высокого класса потому что район очень интересный привлекательный здесь есть своя школа и свой детский сад будущее и прошлое но при этом старом фонде квартиры в 2-3 раза дешевле чем этом жилом комплексе это тоже фактор вот посмотрите здесь цветущие кусты тоже люди я смотрю что ухаживают за своими участками розы скоро расцветут магазины давайте все-таки зайдем в один хотя бы дворик голуби ну в общем обстановка во дворе такая очень тихо спокойно и вот тут особенно видно старый фонд и новый фонд гаражи люди прихватизировали землю оттяпали от детской площадки и довольны смотрим цветущие деревья зелени много это уже труд конкретных людей вот смотрите какие прекрасные оранжевые цветочки каких только нет навесы детская площадка такие даже новые видите поставили элементы это вот про спокойствие про спокойствие умиротворения и отсутствие амбиций вот у нас улица колхозная проходит и улица мопр я решил зайти во двор жилого комплекса все свои отсюда хорошо видно и новые строящиеся литеры совершенно новый детский сад с той стороны у нас осталась школа и вот они уже литеры первой очереди они внешне естественно отличаются но они полностью готовы вот такой интересный забор из карандашей спортивная площадка есть также баскетбольная площадка и детская достаточно эстетичная современная ничего особенного конечно сам набор снарядов небольшой но мягкое покрытие все это возле детского сада здесь у нас канатная лазилка детская площадка продолжается эти дома монолитно-кирпичные очень красивая цветовая гамма достаточно так знаете смотрится более тепло и привычная и привычная для нас здесь же уже более холодный сайдинг но он олицетворяет собой бизнес класс или высокий класс жилья но прямо сейчас мы с вами слышим как состав идет по железной дороге и таким образом мы с вами только что вскрыли один из минусов остальные минусы я могу вам рассказать если вы мне напишите на ватсап крытая парковка под стеллобатом места которые под навесом они продаются остальные доступны бесплатно первые этажи коммерция выглядит все достаточно дорого кстати вход на стеллобат открыт давайте зайдем магнолия в горшках другие цветы кусты теневые зоны деревянные покрытия горизонтальные лавочки то есть все достаточно приятно для времяпровождения здесь здесь есть посадочные места мягкие покрытия между зелеными зонами озеленение и буквально вот за этими домами проходит у нас железная дорога не особо активная но все же но все же но не особо активно это я сейчас по данному конкретному примеру беру то что мы здесь находимся 20 минут прошел один поезд из таких соображений вот отсюда хорошо опять же можно рассмотреть фасады домов и территорию Насте Лабатя если заинтересовал данный комплекс интересные цены планировки то обязательно напишите мне я сориентирую а это у нас теневая зона или остановка нет остановка она вряд ли маршрут так я не видел сюда заезжающих но будем говорить так что для центра города можно сказать для центральной части города с хорошей доступностью инфраструктуры и транспортной доступностью это очень очень даже неплохой комплекс вопрос только насколько то что мы видим эквивалентно цене походу предполагался двор без машин въезд только для погрузки и выгрузки но не сработало потому что машины на территории стоят и выгрузки университет походу и выгрузки Продолжение следует...